Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На православный портал Экзегет пришел вопрос. Если человек не прочитал каноны и последования ко святому причащению и утром пошел на службу и причастился, в осуждение ли будет причастие. Бывают разные обстоятельства в жизни человека. Бывает, что произошла какая-то беда, какое-то ЧП, или человек не мог прочитать, не было у него, допустим, света, или не было молитвослова, или он забыл очки. Вот у меня был такой случай, когда я забыл очки, приехал, в келью при храме захожу и читать не могу никак. Надо понимать, что каноны, три канона и последования, это инструменты подготовки к святому причащению, а не сама подготовка. Когда мы готовимся к святому причащению, мы должны по возможности со всеми примириться, мы должны желать принять в себе тело и кровь Христову, мы должны стяжать сокрушенное сердце, мы должны, и об этом апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, стяжать сокрушенное сердце, осудить себя. Это 12 глава, можно его внимательно прочитать, и там будут две основные мысли о том, кто причащается недостойно. Это тот, кто себя не судит, и тот, кто не размышляет о теле и крови Господних. И размышлять о теле и крови Господних. Да, евхаристический пост 12 ночи для людей, находящих в супружестве, воздержаться от супружеских отношений. И вот это размышление о теле и крови Господних, рассуждение, это и есть последование к святому причащению. И вот это, конечно, нужно обязательно. Но вот если ты забыл молитва слов, как у меня тогда нет очков, нет возможности, допустим, набрать в телефоне и прослушать в ютубе, хотя бы прослушать это последовательное. Что делать? Но мы же все помним молитву, которую читает священник, когда выносит чашу. Вот примерно час или полтора занимает у тебя молитвная подготовка к стовому причащению. Постой и внимательно почитай эту молитву. Прочитай 10 раз покаянный псалом, помолись Матери Божией, почитай Иисусову молитву. Все равно подготовься таким образом, внимательно посмотрев свою душу и порассуждая о теле и крови Христовом. Тогда ты можешь идти причащаться. Я думаю, что, допустим, в 16 веке миряне не могли читать последовательное к стовому причащению, потому что молитвослов мог быть только один канонник. В храме он мог быть у священника, у боярина, у князя и у митрополита. Архиерея. А книга была настолько дорога, что иногда вот эта рукописная книга стоила дороже, чем построить храм, который лежал на престоле, Евангелие. Вот поэтому, конечно, люди не читали последовательное в том виде, в котором мы сейчас его читаем. Но если мы не читаем его по пренебрежению, просто нам лень. С кем-то мы потрепимся, что-то человек посмотрит по телевизору, вроде скажет, никому это не надо. Я и так приготовлюсь, не приготовишься. Если ты поступишь по пренебрежению по лене, то ты будешь причащаться себе в осуждение, потому что ты не сможешь душу свою приготовить. Если у тебя есть инструменты, а ты имя не поработал, это грех. Но инструменты могут быть заменены. Главный результат – это сокрушенная душа. И душа, жаждущая причастия тела и крови, о которых ты рассуждаешь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok